Крыши текут в домах сырости плесень, а к детским садам не подъехать. Ответственные лица за свои обязанности отвечать не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Посмотрим, на что на этот раз закрыли глаза коммунальщики. Не пройти, не проехать. Жители новостройки захватили парковку двух детских садов. И теперь воспитанники и родители гуляют по утрам и вечерам. Как с ребенком? Вот сейчас я пойду с ребенком, да? Как здесь пройти? Нет, не тротуара, где безопасно можно пройти. С этой стороны машинами все заставлено. Машины наставлены, клеи, скользкие. С той стороны тоже не пройти близко к забору. Дырявые крыши и кастрюли в помощь. Жительница Барнаульской многоэтажки боится оставаться в собственной квартире после затопления. Там, если обои-то драть, там плесень будет. Ну вот это вот, как вы думаете, как я должна с этим жить? Этот случай произошел на прошлой неделе. Место аварии – Змейногорский тракт. Мальчик, к счастью, остался жив. По словам людей, чей маршрут пролегает здесь ежедневно, пешеходник не самый безопасный, но рисковать приходится. Например, когда ведешь детей в детский сад. Машины летят с очень большой скоростью и просто остановить фуру невозможно. Это вот через дорогу. Хочу сказать, то же самое. Мы третий год с ребенком ходим в детский садик. То же самое. Просто как в лотерею выиграть, пройти нормально дорогу. И сколько раз у нас за это время было опасных ситуаций для жизни. А детских садов здесь сразу два – частные и муниципальные. Итого больше двухсот воспитанников с родителями каждый день переходят зебру, на которой все еще нет светофора. Но проблемы после перехода не прекращаются. Самое интересное начинается на подходе в детсады, говорят родители. От дороги до садика, вы посмотрите. Во-первых, как с ребенком? Вот сейчас я пойду с ребенком, да? Как здесь пройти? Нет, не тротуара, где безопасно можно пройти. С этой стороны машинами все заставлено. Машины наставлены, клей. С той стороны тоже не пройти близко к забору. Подъехать на машине к детскому саду тоже непросто, а иногда невозможно, рассказывают родители. Особенно с утра. Разъехаться машинам совершенно негде. Вот видите, получается вдоль забора ряд для парковок. И с той стороны еще находится тоже ряд для парковок. Машины могут проехать только в одну сторону. То есть двум машинам разъехаться это просто невозможно. В парковке же у детского сада, по рассказам, постоянно заставлены машинами, а их владельцы – жители новостройки по соседству. И пока последний спокойно пребывает в своих квартирах, родители дошколят, оставляют автомобили в километре от детского сада и идут пешком. Несмотря на лед, морозы или полное отсутствие освещения зимой. Проблему решить пытались, говорит директор одного из детского сада. К жильцам нового дома, которые буквально захватили чужую парковку, не достучались. На очереди городская администрация, куда уже обращались по вопросам освещения тротуаров. Но пока тщетно. У нас очень большая проблема к нам. Вот в этот переулок не могут заехать большегрузные машины. В частности, машины, которые подвозят продукты и которые вывозят мусор. Мусоровоз. Он не может развернуться, потому что прямо на перекрестке припаркованы машины с вечера. И вот здесь, прямо около вот этой будочки. А как проблему решаете? Вообще никак не решаем. Они разворачиваются и уезжают. У нас мусор остается невывезенным. Сейчас родители вновь намерены писать коллективную жалобу в администрацию города. А мы продолжим следить за развитием ситуации. Даже эта детская площадка может похвастаться цельностью своей крыши. Чего не скажешь о доме рядом. Жители 23-й квартиры теперь не только спасаются с отопления, но и боятся стать жертвой замыкания. Это просто кошмар какой-то. То есть, как только теплеет, начинает бежать вода. Она бежит не только здесь. Она бежит по всему потолку. Здесь все у нас... Но сегодня холодно, поэтому не бежит. А когда тепло, все у нас здесь в кастрюлях, в чашках. Это видео жительница дома сняла сама еще в феврале. Последствия теплой зимы в буквальном смысле стекают с потолка. Все это повторяется из года в год. Причина – аварийная крыша. Ну, так а там, если обои-то драть, там плесень будет. Ну, вот это вот как вы думаете, как я должна с этим жить? Квартиру в таком состоянии не продать, рассказывает хозяйка. Ремонт делать тоже нет смысла. Обои и потолок снова теряют свой вид. В феврале женщина даже была вынуждена жить целую неделю без электричества, потому что боялась замыкания. А теперь задается вопросом, неужели должно что-то произойти, чтобы на ее жалобы обратили внимание. В ЖКХ мне говорят, что вы хотите, мы снег убираем. Там нужен капитальный ремонт. В прошлом летом якобы они делали латочный ремонт. Но мне что они говорят делали, я вижу по факту, что ничего не меняется, не происходит. В ЖОУ номер 30 нам ответили, что обслуживает этот дом всего 4 года. До этого управляющая компания была другой. И все проблемы, а их немало, передались от нее по наследству. Текущие же крыши может спасти теперь только капитальный ремонт. Мы проводим собрание, где мы включаем в это собрание, что необходимо делать капитальный ремонт крови. Жители саботируют это собрание, голосуют против. Вот первый год неудачно собрание прошло, осенью мы повторно проводим собрание. И только недавно, говорит руководитель ЖОУ, удалось уговорить жителей на капремонт, который вроде как возможно будет только в следующем году. А причина, почему они отказывались раньше, уверяют, ему непонятны. Кто знает, в голову к жителям не залезть. Тем временем жительница из 23-й квартиры уже намерена идти в суд, чтобы жить в своем доме спокойно, не боясь пожара. В последний раз мне жила сказали, ну потерпите, вы не одни такие. Я говорю, меня это вообще не интересует. У меня ребенок не живет дома, потому что жить в таких условиях, вот и запах, и все вот это вот, ну как жить в таких условиях. На сегодня все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую необходимо решить, оставляйте заявки на сайте телеканала Толк, звоните в редакцию или пишите комментарии в социальных сетях. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok